Каждый год по рекомендациям ВОЗ и Минздрава России состав вакцин от гриппа обновляют. Учитывают в первую очередь прогнозы эпидемиологов насчет господствующего штамма. В этом году в состав вакцин для детей Ультрикс, Квадри и Совигрипп вошли компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа нескольких штаммов. В Совигриппе есть антигены вируса гриппа типа А, H1N1, это вот так называемый свиной грипп, который был в 2009 году, и второй тип А, подтип H3N2, Гонконг. В составе Совигриппа и антигены к вирусу гриппа типа B штамм Виктория. В Ультрикс, Квадри состав похожий, но добавлена еще защита от штамма Ямагата. Именно эти вирусы, по прогнозам эпидемиологов, могут прийти к нам уже в ноябре. Поэтому конец сентября, начало октября – благоприятное время для того, чтобы сделать прививку. Иммунитет как раз успеет сформироваться. После прививки иммунитет вырабатывается с 8-12 дня уже, в течение 3-4 недель он выработается. Сезон гриппа каждый раз по-разному приходит, но в среднем это ноябрь, потом февраль, иногда даже в апреле. Иммунитет сохраняется 12 месяцев. Подготовки к прививке не требуется. Утром измерьте температуру, оцените самочувствие. Если ребенок аллергик, можно несколько дней давать ему антигистаминные препараты. Детей, посещающих образовательные учреждения, прививают там. Неорганизованных малышей либо пригласит на вакцинацию медсестра, либо родители могут записать его самостоятельно через портал пациента. Перед прививкой маленьких пациентов обязательно осматривает врач. После процедуры может быть небольшая реакция. Если нет температуры выше 38, если нет какого-то большого покраснения, там больше 4 сантиметров, то есть 2-4 сантиметра, это еще как слабая, средняя сила реакции, можно не обращаться. Обычно это все хорошо на фоне антигистаминных проходит. Если температура высокая, 38, не выше, или что-то необычное, вялость какая-то, недомогание, тогда к врачу, потому что иногда наши прививки попадают в инкубационный период, например, ОРЗ. Медики советуют не пренебрегать прививками от гриппа. Эта болезнь особенно опасна для маленьких детей. Для ее лечения есть минимум препаратов, а сам вирус вызывает серьезные осложнения для нервной системы и системы кровообращения – вирусная пневмония. Прививка не дает стопроцентную гарантию, что ребенок не заболеет, но она спасет его от опасных последствий.